Всем доброе утро! У нас время 7 утра. Сегодня у нас день Х. Мы с Евой встали пораньше, чтобы собрать здесь такой шедевр. Сейчас у нас будет красивая фруктовая досточка. Это мы делаем пать на завтрак. Такую красоту. Вообще я обожаю или ночью, или утром рано что-то делать для именинника. Мне кажется, это так важно, что ты именно какую-то часть времени со своей жизнью посвящаешь человеку. То есть особых усилий не нужно, но кажется, это очень приятно. Ева здесь знаете, что рядом делает? Кто я рядом со мной? Конечно, Ева. Делает клубнику в шоколаде. Я вам сейчас покажу. Сюда, Сашки. Да, наверное, сюда давай. Пустые попадаются. Сейчас я вам покажу, куда Ева втыкает клубнику. Чтоб клубника высохла. Мы не знали, куда ее втыкнуть, и она прекрасно стоит в маленькой лапшичке. Лайфхак вам такой. Еще вчера Ева пекла баурсаки папе. Уже ничего не осталось. У нас традиция к папиному приезду. В доме всегда есть баурсаки. Они с макаром их просто обожают. Ева, она долго будет сохнуть? Вот эта вот уже матовая, уже почти посохла, мне кажется. Красивая такая, обалдеть. Мы несколько в шоколаде сделаем и несколько просто так? Несколько в шоколаде, и несколько просто так? Нет. А ты их во что поставишь, дочь? Во что поставишь? Класс. Я вчера думала, что эта досточка такая большая. Сегодня она, мне кажется, такой маленькой. Ничего не влазит. Но я думала, мы внести. Я хочу еще тофе положить. Суперка, наверное. Да, дырочки маленькие. Запихивай. И с этой стороны стоим. Эту без веточек можешь убрать, дочь. Ты так. Слушай, ананас. Что, как будем резать? Тогда ананас в ананасе? Или пока не будем резать? Да нет, ананас в ананасе мне не очень нравится. Можно день рождения делали, вроде красиво было. Ой, как красиво. Не-не, ты как первый раз положила, верни на место. Как? Вот так. Не-не, вот так, да. Вот так. Эх, ты как люблю тофи. Не буду. Я говорю, ты как, я люблю тофи. Но не буду. У нас сегодня у всех большое искушение. к сладкому, к фруктам. Даю. Нет, не надо его, наверное, туда. Можешь с этой стороны еще тут положить, дочь в папочку. У нас тут как раз сырок рассыпался всем. У нас тут как раз сырок рассыпался всем. Клубника у нас осталось, да? Дорожка ее порезать, наверное, здесь у нас. Клубнику? Да. Или веерами можно порезать. Дорожка. Ты просто целиком давай. Нет, я думаю, но я ее знаю. Смотри, если веерами, то можно положить ее, она будет немного торчать сюда, сюда, а так дорожку можно положить. Ну, да, сейчас попробую. Готовна наша доска. Смотрите, какая красота. Очень красиво выглядит. Можно было сделать сырно-мясную нарезку для завтрака. Но мы подумали, что фрукты наряднее намного и красивее. И пусть начинают сегодняшний день с фруктов. Красотками приехали забрать наши тортики. Красотки, привет. Как настроение? Мы сейчас заберем тортики. О, против света ничего не видно. Заберем тортики и мы поедем с Сашей отвозить детей. А девчонки поедут в ресторан, чтобы заказать меню. Это мы. Мы ждем пиццу. Девчонки заказали, а мы сейчас заберем ее. И поедем, отвезем детей к друзьям. Они будут купаться в бассейне. Хотя, мне кажется, вряд ли. Посмотрите, какое небо. Вряд ли они будут купаться в бассейне. Ну, вообще, может быть, ему повезет. Вот. А мы на тусу. Мы едем в ресторан Арарат. Ну, как ресторан. Здесь все кафе, в принципе, называются ресторанами. Такое обычное, если по российским меркам, обычное крупное кафе. С очень вкусными шашлаками. Вот. Поедем кушать. Чуть не сказала жрать. Ужас. Вот такие дела. Макарышка уснул. Папа ему кресло снял. Думал, девчонки все с нами поедут. И поставили ему бустер. А девчонки сказали, мы на своей машине. И уехали Лера с Евой отдельно. А с нами Никуська только. Вот. Николь тоже не пойдет с нами в кафе. Она останется с подружкой. Она говорит, вы нам купите пиццу. И нам больше ничего не надо. Мы себя сами развлечем. Ну, и, конечно, за малыми будут смотреть. Там тоже двое мелких. Ну, так же, как Мишель и как Макар. Вот. Макар, младший Ева, кажется, да? Мишельчка, как настроение? Отлично. Отлично. У них сегодня нет тренировок и завтра нет тренировок. Да, Макар? На лед хочешь? Они прям скучают. У нас новости насчет Макаркиной школы НХЛ. Нам пришел имейл со ссылочкой, чтобы мы сделали замеры ему все. И отправили на сайт, чтобы ему подобрали всю экипировку и прислали домой. Вчера мы с Евой всего его измерили. Да, Макар, мерили тебя? Мы мерили тремя линейками. Почему-то у меня такой расфокус, когда я двигаюсь. Короче, выяснили, что наш сантиметр, он немного короче, чем рулетка. И у них разные показания. Потом мы еще сверили с Мишелькиной линейкой. Тоже разные показания. В общем, я не знаю, что мы там намерили, но вроде бы все получилось. Уже отправили его данные. И нам уже пришло подтверждение, что ждите свою экипировку. Нам должны сейчас прислать, я не знаю, как это все правильно называется. Сори, я еще недавно мама хоккеиста, я еще не выучилась эти термины. В общем, штаны, шорты такие. Потом защита на грудь. Потом на локотники. На коленники. Шлем. Капу. И коньки. А, еще сверху майка джерси называется. Вот, вот этого нам все должны прислать. И когда придет эта огромная коробка, а, клюшка, еще клюшка. И когда придет эта огромная коробка, я с удовольствием сделаю для вас распаковочку. Оте, господи, кто тебе спать не давал? Погода очень пасмурная, прям очень клоню в сон. Просто я по себе чувствую это. Вот. Ау. А может быть, линейка это для бумаги, поэтому он... Ну, дочь, но меры длины должны быть одинаковые. Сантиметр он должен быть и на бумаге сантиметр, и на ткани сантиметр. Почему они такие? Не знаю, почему. Вот такая вот ерунда у нас получилась. Ну, вот наши ждем. Сейчас они принесут пиццу. Мы берем всегда пиццу Доминос на тонкой корочке. Просто. У них такое полуслоеное какое-то тесто хрустящее, очень вкусное. И мы берем всегда 4 сыра. Раньше брали Папа Джонс. Но потом у них стали мощные такие корки и, в общем, одно тесто просто. Мы стали даже выбрасывать эти краешки, потому что дети их не доедали. Вот. И мы как-то попробовали синкраст, то есть тоненькую корочку на пицце Доминос. Нам очень понравилась она. Просто вот есть, бывает, что не очень смена попадается, и они пережигают ее. Она такая более, слишком зажаристая получается. Она тогда невкусная. А если попадается удачная смена, и прям вот пицца прям вот не пересушенная, ну это вообще просто восторг. А. Мне надо в туалет. В туалет надо? Ух ты, елки-палки. Ну, пойдем. Я Вика. Смотри. Да? Да. Я хочу просто это запечатлеть. Выглядит вкусно. Очень. Сейчас еще привезут ребрышки. Это шашлык у тебя, да? Ага. А у тебя, Олег, что? А, у тебя ребрышки, да? Она мои ребрышки, походу, не записала, да? Записала, она сейчас принесет на нее только по две руки. А, ну да. Ладно, окей. Ну все, приятного аппетита. Днем рождения, любимый. А, ну все, приятного аппетита. Посмотрите, какая у меня красота. Девочки заказали папе любимому песенку. Да, классно. Да, классно. Спасибо. Завтра ты вчера, и ночью я коземею, просто до утра, и ночью я не хочу приглашать. Да не, не хочется. Там никого нету. Она на меня наезжает. Ладно, сейчас иду, иду. Иду приглашать. Белый танец, короче. Убрала у мамы камеру. Самый лучший день. Самый лучший день. Самые ночи. Ночью я козьмей. Ладно, да, да. Как будто там художник не просто. Я кубник, элитный, и красивенький. С кеме направляйте на Александр. День рождения! Поехали все вместе. Сначала пас. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. С днем рождения, Саша. С днем рождения тебя. У меня ноги в пляс идут. Пап, че, че, че. Моги, че, че, че. Моги, че, 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 че. Моги, че, 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 че. Happy birthday to you. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok